Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Вторая его часть бизнес-класс. Мы встречаемся с российскими бизнесменами и обсуждаем текущие дела. Дела насущные обсуждаем. Сегодня я с удовольствием представлю свою гостью, потому что она в этой студии уже не первый раз. И я рад ее видеть в очередной раз. И рад нашему предстоящему интересному разговору, что самое главное. Итак, сегодня в студии Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит-консалтинг. Тань, добрый день. Добрый день. Рада всех тоже приветствовать. Спасибо. Мы будем говорить сегодня традиционно, ну, по крайней мере, в компании с Татьяной мы обсуждаем продажи. Продажи. Она специалист именно в этой отрасли. Как сохранить продажи при снижении рынка. Вот такая тема сегодняшнего эфира. Я напомню на всякий случай. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте, пока не поздно, свои вопросы Татьяне. Тань, и снижение рынка вот в заголовке нашей темы. Действительно? Да. Падает рынок. По факту, по факту, очень многие клиенты примерно где-то летом, вроде бы даже из благополучных отраслей, стали задавать вопросы, мнения, слышали ли, что идет снижение рынка. Серьезно. Вот так вот. То есть у них этого вроде еще не наблюдается, да, но где-то земля с слухами. Ну, видимо, нет. Я думаю, что если как бы спрашивают, то уже конкретно что-то наблюдается. А, уже по факту, да? Да, да. Но по факту что? Что если посмотреть Минэкономы развития, у нас есть в ноябре, ура, ВВВ вырос на 0,3%, а перед этим падал несколько месяцев подряд, и теперь почти от нуля мы оторвались, уже как бы мы в плюсе, да, ну, в общем, весьма действительно относительно. Ну, и некоторый рост доходов населения. То есть получается, что если как бы даже просто посмотреть на эти данные, что то, что касается промышленной сферы, индустриальной сферы, то там вот то самое снижение ВВП, безусловно, отражается значительно сильнее. Если мы имеем некоторый рост доходов, то все-таки потребительские сферы, отрасли, они еще больше пока на плаву, да. То есть у них ситуация не такая может быть, как в ряде других там электротехнической отрасли. Давно у меня уже с начала года вот такие вопросы провокационные задавала. Вот. То есть некоторые изменения уже четко абсолютно прослеживаются. Кто говорит о стагнации, то есть когда нет падения, есть вот, ну вот. Это связано с технологическими процессами, просто до них позже доходит, может быть, это. То есть если мы вот в индустрии, да, в индустрии где-то видим сразу же эти падения по факту, да, то есть до сегмента, там, я не знаю, того же самопотребительского рынка, это дойдет через какое-то время. Возможно, дойдет, возможно, и нет. Все-таки мы сырьевая страна, и пока у нас есть нефтяные вышки, продержимся, дай бог. Проживем. Я понял, я понял. Ну и теперь, собственно, главный вопрос, да, как, несмотря на падение рынка или, может быть, там, ожидание этого падения, все-таки сохранить продажи, а может быть, даже и приумножить их. Такое бывает на падающем рынке, рост продаж. Да, ну вот я хотела начать рассказ с ситуации, которая была с нашим клиентом, с нашей знакомой компанией. Интересная компания, которая работает на рынке автокомпонентом, они производят автозапчасти. И первая их реакция на то, что некоторое идет снижение в объемах продаж, они решили разработать, выяснили, что есть исключительно всем понятные перспективные отрасли, высокие технологии, и они для них непосредственно разработают новую линейку продукции. В тот момент у компании было порядка двухтысяч наименований, они разрабатывают новые сорок, сорок ассортиментных позиций. По факту, для того, чтобы это продавать, у компании на самом деле нет компетенций при работе с этими высокими технологиями. Оказалось, что они работают в автокомпонентах, то есть у них все клиенты из автоиндустрии, из этой отрасли. В высоких технологиях обнаружилось, что как минимум 12 сегментов есть, и они все по-разному ориентированы, и там совершенно разные задачи, разные циклы продаж, по-разному торговые должны с ними работать. Они набирают торговых представителей 30 штук, 30 компаний, 30 сотрудников. По факту, где-то года через полтора обнаружилось, что по этим торговым представителям, ну вот условно говоря, соотношение, если, например, общий доход, который они получили в районе 650 тысяч, я про доллары говорю, то затраты на торговых в районе 3 миллионов. И, собственно, как бы, если посмотреть доход, который они получают, 85% по-прежнему идет от основной ассортиментной линейки, не новой, а той самой, 350 позиций, которые всегда отдавали им, 85% дохода. По торговым представителям там, конечно, недолго обучали, совершенно было непонятно, как с этими новыми клиентами работать, как фокус ставить, где большие, где маленькие, где перспективные, как с ними работать. То есть получилось, что треть торговых ушла, они увели за собой менеджеров. Ну, в общем. Вот те и высокие технологии, да, вот и связываются. Получилось, что да, что, по сути, те цели, которые были поставлены, они их не достигли. И у них еще одна была задача, они решили, что они смогут поднять цену. Но оказалось, что те клиенты, с которыми они работали, с учетом вот снижения рынка, они не нацелены, совершенно не реагируют живо на поднятие цен. Наоборот, им бы как бы пониже цена, зафиксировать и так дальше. То есть это тоже не имело там большого успеха. Вот. То есть если посмотреть этот кейс, то, по сути, как бы был произведен по факту универсальный, вот применен универсальный метод разрушения собственного рынка. Класс. Новый продукт для новых клиентов. Это то, что, по сути, делать, по всей видимости, никогда не стоит при снижении рынка. При снижении рынка у нас какие основные задачи? Максимально быстро получить максимальный доход. Вот поэтому все наши мероприятия, они должны быть нацелены на вот, собственно, такой блок. Я понял. Возвращаясь к этому примеру, то есть здесь ошибка стратегическая, это не связано с личностными какими-то характеристиками. С руководителей компаний, с профессиональных сотрудников, с отраслью, в которой они работали. Может быть, в автобизнесе так просто нельзя делать. Или, в принципе, на падающем рынке вот такие штуки не проходят? Да, в принципе, на падающем рынке это не метод. Это, наверное, это, по сути, вот как бы я называю это универсальным разрушителем продаж. В обратную сторону, так скажем. В обратную сторону, все сработало, да. То, что, собственно, мы для них разработали, то, что мы им порекомендовали, кстати, они не в полной мере тоже выполнили, но мы посмотрели, что в районе 10-15 клиентов ключевых из их старых отраслей, из старых клиентов, с которыми у них наложены связи, которые полностью устраивают их продукцию из основного ассортимента. Это, что если мы выстроим более четко цели по расширению ассортимента, по работе с ними, то мы можем иметь увеличение 15-процентное, однозначно годовое. Плюс по нашей основной продукции есть еще клиенты, которых они не затрагивали, они с ними не работали. Но если мы выставим цели по этой новой клиентской группе, то через 4 года мы обещали им удвоение объемов. Так. Ну, по факту, по сути, как бы, там, опять же, я упоминала, там, полтора года, да, некоторый такой общий срок, который был проведен, но в тот момент, когда компания достигла 10-12% роста, они остановились по тем мероприятиям, которые, ну, по крайней мере, предлагались. Ну, в какой-то мере они, вот, все-таки плюсы они, безусловно, как бы, получили. А остановились почему? Все, силенок не хватило больше? Ну, как бы, решили, что по-прежнему, во-первых, есть, как всегда, там, другие новые направления, высокотехнологичные, еще что-то более интересное. Журавль абсолютный в небе, не синица в руке, а вот этот прекрасный журавль. То есть их не научила, видимо, да? Ну, пока, видимо, может быть, они достаточно сильно упали, на самом деле, в свое время, не знаю, не знаю. Но, с другой стороны, если уж сильно падают, то компании часто потом не восстанавливаются. Тоже, как бы, вопрос, как это лучше сделать. Да. Ну, я-то знаю, как это лучше сделать. Надо к профессионалам обращаться обычно. Ну, возможно. За советами. И здесь просто видно, что, по сути, они и новый канал попробовали. Новый канал у них тоже не пошел. Тоже очень аккуратно нужно работать с новыми каналами. Вообще, совсем новым в ситуации снижения рынка нужно быть крайне аккуратным. Я не говорю, что этого делать нельзя. Просто это нужно много раз подумать, проанализировать. Есть специальные методы анализа, которые позволяют вот распределить, по сути, клиентов и товар. Как бы товарно-клиентская матрица такая. То есть, что именно, какие есть возможности для роста непосредственно у нас, вот, скажем, в течение полугода, в течение года, в течение еще какого-то срока времени. Это гораздо более эффективно. Это очень нудная работа, ежедневная, тяжелая. Я думаю, что большинство работ нудные. Но если у тебя есть задача какая-то, да, которую ты пытаешься выполнить, то на все пойдешь. Это уже здесь удивляет. Таня, спасибо. Значит, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ. Потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит-консалтинг. Мы говорим на тему, как сохранить продажи при снижении рынка. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Таня, ну я так понял, что не надо, да, особенно на падающем рынке, не надо экспериментировать. Да, совершенно верно. Акцент абсолютно на другом. И обычно мы говорим о том, что есть четыре базовых решения, очень важных. Ну, как бы, причем по мере значимости, я бы их так сказала, да. Первое большое, самое существенное решение – это работа с существующими клиентами. Вот теми клиентами, которые есть, причем я упоминала сейчас в компании, про которую я говорила, что есть вот ключевые клиенты, самые большие, самые крупные. С них мы, по сути, начинаем и их наиболее внимательно смотрим. Но на самом деле, конечно, существующая клиентская база гораздо шире. И вот очень часто, когда смотрят свою клиентскую базу компании, они пытаются пилить перспективность. Насколько клиенты той или иной сферы перспективны. Сейчас мы рассуждали, что вроде есть какие-то отрасли, которые еще растут. Вот есть, например, у нас какие-то клиенты из отраслей, которые растущие клиенты. Ну, вот как эти клиенты являются перспективными? Ну, я так предположу, что да, если они представляют растущие отрасли. Да, ну, вот те же самые там высокие технологии. Предположим, как бы мы останавливаемся на высоких технологиях. Предположим, да, перспективная отрасль, а мы с вами продаем скрепки. Высокотехнологичные. И оказывается, когда мы стали знакомиться внимательнее, обнаружилось, что в следующем году наши клиенты, высокотехнологичные компании, имеют бюджеты по сокращению канцелярских товаров. Потому что у них теперь идет, например, электронный документооборот. Да, логично. То есть перспективность клиентов, она оценивается не только по отраслям, это тоже дополнительный этап анализа, который многие компании пропускают. Это вот первый пункт внутри существующих клиентов. Второй момент, тоже очень важный, какую долю мы имеем в клиенте. Вот эта принципиальная вещь, она даже более важна, чем насколько клиент крупный, ключевой этот клиент. Вот ту долю, которую мы имеем в клиенте. Разные бывают категоризации, я встречала как бы самые разные, но примерно чаще всего бывает такая ситуация. Вот в клиенты продают несколько поставщиков. Самый сильный, если он такой есть, укоренившийся, серьезный, будет иметь в районе 40-50%. А продают, я прошу прощения, одно и то же? Да, ну потому что очень часто клиенты действительно имеют обыкновение иметь не одного, а несколько поставщиков. На всякий случай, конечно. Да, 3-4, это почти всегда. Да, совершенно верно. Дальше что происходит? Вот, предположим, один имеет 40-50, следующий, как правило, имеет в районе 20, ну и оставшиеся делятся каким-то образом там между оставшимися. Если их 4, то, соответственно, как бы будет как-то делиться. Если их больше, то опять же оставшиеся там 30% будут делиться, доля будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И в этом случае очень важно акцент оставлять именно на тех клиентов, у которых мы имеем максимальную долю. Ну хотя бы вот в районе 20-30% либо выше. Потому что тот резерв среди клиентов, которые будут готовы работать с нами дальше, они лояльны нам, они уже по факту нам лояльны и готовы с нами работать дальше. Вот это вот второй очень важный момент. А те, у кого меньший процент, они изначально уже смотрят еще и в другие стороны, что естественно? У них какой-то другой укоренившийся поставщик. Понимаете, то есть здесь всегда встает цена вопроса. Конечно, мы можем с нуля разработать и того, у кого там у нас 5%. Но какими затратами мы это сможем сделать? Это неразрывно связано так с прибыльностью продаж. Вот, то есть поэтому второй момент, который всегда очень важно отслеживать, это доля, которую мы имеем в клиенте. После этого мы расписываем план мероприятий. Очень часто это, кстати, называется аккаунт-менеджментом, как именно мы работаем с клиентом. Потому что с тем клиентом, у кого у нас 50% доля, это один тип мероприятий. Соответственно, с тем, у кого у нас там 20%, это другое. С кем 5% это еще одна отдельная ситуация. Например, я встречала, просто вспоминаю, одну из знакомых компаний, вот 5% основная задача отстроиться от конкурентов. Ничем не брезгуем, ценой в том числе. То есть мы предлагаем, ну в частности, низкую цену. И если, например, оказывается, что мы проиграли, что все-таки наш конкурент оказался сильнее, но тем не менее цену-то мы сбросили, теперь они будут требовать эту цену у него, у того самого конкурирующего поставщика. Ну хотя бы в этом-то мы ему навредили. Мы с собственным достоинством, выполненным, долгом удаляемся из этой ситуации. Какая-никакая, но все-таки радость появилась. Да. И вот, собственно, действительно, есть даже многие компании разрабатывают прям конкретно отдельно стратегии. Там фланговая стратегия, стратегия наступления, там стратегия проникновения. Вот в зависимости от той доли, которую они используют, ну а нацеливаются на то, на которую они нацеливаются в клиенте. Вот. И очень четко, очень важно, чтобы это было конкретно по каждому клиенту. В этом году у нас 20, в следующем 25, потом 40, потом 60. Ну, например, то есть мы четко отслеживаем эти цели. Вот еще одна составная часть. Ну и есть еще технологический блок, который тоже немаловажен. Есть методика, которая называется WFM-метод. В свое время мы ее на зарубежных рынках, так скажем, у зарубежных консультантов взяли, адаптировали к нашим реалиям, как обычно говорится, да. И, собственно, теперь она служит верой и правдой очень наглядной. Вот. То есть практически мало кто рассматривает WFM. Это три параметра. W – это широта ассортимента. Широта по-английски. F – это насколько часто происходят закупки. Ну, например, там один делает в полгода одну закупку, другой делает раз в полтора месяца. Да, это совершенно разная частота закупок. И, собственно, M – последний – это тот объем продаж, money. Да, собственно, те деньги, которые мы итогово от него имеем. Если посмотреть, что даже по крупности клиенты примерно одинаковые, у них оказывается, что ассортимент, он варьируется, мы видели буквально в десятки раз. То есть вот у кого-то там 6 позиций, у кого-то 60 позиций, может быть, хотя вроде бы тип клиента один и тот же. То здесь просто вот сразу же совершенно становится очевидным, где ресурсы по увеличению объемов продаж у этого клиента. Очень наглядно, очень просто. Ну, то есть вот в этом примере, если у кого-то узкий ассортимент, у второго широкий, у нас есть возможность, соответственно… И частота. Мы смотрим, что кто-то делает редко закупки, а кто-то делает часто. Хотя производственный цикл у них один и тот же. Вроде бы они нуждаются одновременно в одном и том же виде продукции. То есть вот получается отсюда источники роста продаж, они совершенно четко конкретно видны по нашим теперешним существующим клиентам, которых мы еще имеем какую-то определенную долю, то есть которая заведомо нам лояльная. Мне что-то показалось, сейчас интересно было бы услышать, а каким образом я должен убедить клиента, который, имея один и тот же цикл производственный, тем не менее реже закупается по сравнению с другим моим клиентом. Как его убедить в том, что… Да, да. Это вот еще раз как бы, это смотри пункт 2, то есть первый пункт, который сказала, та доля, которую мы имеем, второй сказал, что нужно делать конкретные цели, стратегии разрабатывать по каждому конкретному клиенту, и с менеджерами подводить итоги минимум раз в месяц, а то и как бы в более частом режиме отслеживать, что именно говорим, как говорим. Тут мы, как мы отстраиваемся, кто у него в конкурентах, кроме нас, потому что эти непосредственно аргументы будут зависеть от того, кто кроме нас там сидит в клиенте, да, против кого мы воюем, так скажем, да, отстраиваемся. И, собственно, опять же, если вся эта информация есть, то все становится понятно, как действовать в этом случае. Но это уже тактическая вещь, доведение. То есть сейчас я как-то больше говорю, ну, на уровне, там, этапов, шагов. Стратегии. Да, на самом деле, да, это и есть, по сути, как бы, да, стратегия. Но это вот, на самом деле, только первый пункт, первое решение, про которое я говорила, это существующие клиенты. Как правило, доходность, объемы продаж за год, опять же, ну, я уже упоминала, что мы обещали даже удвоение дохода нашему клиенту, да, но за год минимальный от 20-35% возможно увеличение объемов продаж, если работать вот по этой технологии. Даже при вот стагнирующем рынке. Не могу сказать, конечно, про, там, реальное падение в три раза рынка, но вот в той ситуации, которая есть сейчас, это совершенно работающий инструмент. Таня, спасибо. Мы сейчас прервемся. Рубрика «Вне времени» на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня, как сохранить продажи при снижении рынка. В студии Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит Консалтинг. Телефон студии 651099.6. Код Москвы 495. Сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Продолжен, Таня, разговор. Примеры какие-то можно еще привести? Ну, пример, скажем, компании. Мы не так давно работали с компанией на бытовой электронике, на рынке бытовой электроники. И там, в частности, очень хорошо было видно, как увеличение объемов продаж было связано с большим количеством, возможным, как бы, увеличением объема продаж большим количеством потерянных клиентов. Вот. То есть получилось таким образом, что, ну, конкуренты были достаточно активны, потом часть клиентов просто, ну, по каким-то причинам перестала существовать, да. То есть мы, как правило, у нас есть такое понятие «потерянные клиенты». Те, кто работал, но потом перестал работать. И вот так как массив этих клиентов был достаточно большой, то на вот их примере было хорошо видно, что 20% легко вернуть буквально одним телефонным звонком. То есть это делается не там специальными ценами, не специальными предложениями, просто недостаточно были внимательны в свое время менеджеры, и просто активная, настойчивая, активная, вежливая работа с этими клиентами, с потерянными, пятую часть из них однозначно возвращает. И почему как бы это важно? Это, кстати, второе решение, которое в большинстве случаев очень хорошо работает по увеличению именно в ситуации кризиса объемов продаж. Потому что если мы сравниваем, мы ведь смотрим не только объемы продаж, мы смотрим еще и затраты, которые мы несем на привлечение клиента. И вот если мы сравниваем затраты, мы много раз это делали по новым клиентам, абсолютно вот мы начинаем в разработку нового клиента берем и возвращаем потерянного. Вот оказывается, что затраты на возврат существующего, бывшего нашего потерянного клиента ровно в половину ниже, чем если бы мы разрабатывали нового. То есть тоже ресурс получается более дешевый и более важный. Это, по сути, как бы второе решение, которое тоже очень хорошо работает именно при снижающемся рынке. Похожая ситуация у нас была не только бытовая электроника продукта питания, тоже неоднократно мы встречали вот такую ситуацию. Индустриальные рынки, вот те же самые автокомпоненты, там тоже был резерв определенный. Но другое дело, что, конечно, 20% от потерянных клиентов, как правило, потерянные клиенты, это не 20% прирост в продаж. Потому что те, кто потерян, скорее всего, у них не было больших объемов по факту. Но, тем не менее, там 10%, 7% все равно. Это как бы существенно. Это существенно. И потом он вновь стал нашим клиентом, соответственно, мы можем каким-то образом уже и в дальнейшем на него рассчитывать. Таня, давайте мы обсудим тему, мне кажется, очень интересную. Поговорим о специалистах отдела продаж. Кто эти люди, на что, как правило, делается акцент при подборе персонала, или как научить правильно сотрудника, чтобы он занял достойное место в отделе продаж. Ну, а можно мне еще два решения сказать? Можно, можно, хорошо. Завершим. На самом деле, еще есть два момента, которых тоже можно активно использовать. Это новые продукты для старых клиентов. По факту, если посмотреть у большинства компаний, до 30% в их ассортименте бывает, мы их называем хвосты. То есть минимальные копеечные продажи. То есть есть, как я говорила, 350 позиций, они дают 85% объема. А все остальное из этих 2000 распределено по убывающей. И вот процентов 30 ассортимента копеечные продажи. Вот от этого можно совершенно спокойно отказаться, спросить у клиентов, а что, собственно, вы хотите? Вот у нас еще пока нету, но вы точно хотите у этих наших ключевых клиентов. И, собственно, это им и предложить. То есть это вот еще один источник, который тоже можно очень хорошо использовать. Вот новые продукты с существующим клиентом. И наоборот тоже, на самом деле, тоже возможно. Наоборот, это как? А у нас есть, мы знаем, что у нас есть 85% оборота от лично зарекомендовавших себя продуктов. Но есть еще клиенты, которых мы не окучили, с которыми мы еще не начали работать. Вот если мы уверены, что этой отрасли, этим клиентам подходят наши самые доходные продукты, то мы можем тоже также совершенно спокойно идти туда и работать с ними. Ну, там нужно понимать, что, конечно, прибыльность, они разранжированы по объемам продаж и по прибыльности. Вот я их все четыре назвала. Они совершенно разные. Но, тем не менее, все четыре ресурса можно использовать в нашей текущей непростой ситуации. Уже здорово, да? Ситуация непростая. На самом деле, не факт, что она проще станет через ближайшее какое-то время. Скорее всего, да. Но ресурсы-то есть. Ресурсы всегда есть. Ну, так вот, выходим на эту тему. Ресурсы есть. А как им грамотно воспользоваться? Абы кто это сделать не может? Нужны профессионалы, где их брать? Да, но по сотрудникам, по менеджерам, по торговым представителям, которые будут все это выполнять, наверное, для того, чтобы говорить про систему, первое и самое основное, это как мы их мотивируем. То есть, по сути, мы с вами проговорили, что есть четыре, например, варианта, как мы можем увеличивать продажи. Значит, все четыре должны найти отражение в мотивации, для того, чтобы это стало системно. Именно мотивация поддерживает эти продажи. А мотивации разные, может быть, да, в каждой из этих четырех? Абсолютно разная, может быть, мотивация, но если мы, например, хотим увеличивать долю по существующим клиентам, объемы по существующим, значит, приросты по существующим клиентам, мы должны внести в мотивационную составляющую менеджера. И здесь вот тоже очень важно, есть одна такая маленькая деталь, но важная, что вот одно дело на растущем рынке, а другое дело на ровном рынке. Есть у всех продажников, у любого продажника, у него есть определенное соотношение между постоянной и переменной частью, но мы не можем не платить постоянную, просто потому что у нас есть трудовой кодекс, да, то есть мы обязаны платить зарплату. А какое соотношение правильно? Вот все он получает 100%, сколько из них должно быть на переменную, сколько на постоянную часть. Вот если мы растем, если рынок растущий, компания растет, то переменная бывает маленькая, она бывает и 40%, я встречала и 30%, ну, 50% уже, может быть, даже хорошо, а все остальное переменная часть, наоборот, самая маленькая у нас идет постоянная часть, потому что мы можем еще расти и за счет этого мы увеличиваем продажи. А когда мы на стабильном рынке, меняется совершенно ситуация. До 80% может быть постоянная часть и только 20%, потому что особенно приросты огромные и бешеные, да, тут вряд ли возможно, поэтому всего лишь 20% и четко, если у нас есть по существующим клиентам задачи, мы ее переносим в KPI, мы ее переносим непосредственно в оптичивационную составляющую. Есть еще одна, только в противоположном направлении действует, вот все как бы имеет прямое соответствие, кроме цены. То есть на самом деле, вот я приводила пример компании, они хотели поднять цены, да, на самом деле при ситуации снижения рынка, ну, крайне редко рекомендуется поднимать цены. Такое, конечно, может быть, но в основном все экономят и или их фиксируют, или думают как бы о возможности все-таки некоторого снижения. И вот при политике компании фиксации либо снижения цен, мотивация менеджера на рост цен выставляется. Она выставляется противоположная, как правило, в переменной части. Это вот то, что касается, если рынок у нас совершенно ровный, стабильный, не падает, не растет, а вот если он падает, еще интереснее, тогда ты от чего мотивировать? Тогда как выстраивать? Тогда опять постоянная часть большая, там 90% может быть, но все равно переменная существует, тогда мотивирует это сдержек, от снижения сдержек в большинстве случаев. То есть чем меньше у тебя ушло времени, там, логистических затрат, да, чем меньше ты бонусов выдал этому клиенту и так дальше, тем, собственно, как бы будет больше у тебя твоя переменная часть. Ну да, это логично. Нет объемов продаж. Это логично. А насколько мобильно вообще вот изменение мотивации? Надо сначала понять, да, что рынок растущий, нет, уже не растущий, он стагнирует, нет, он уже падает. Надо все это дело изменить. Да, совершенно верно, да. Это постоянное как бы отслеживание, мониторинг, но в целом считается, что мотивацию неправильно, неадекватно менять, ну, чаще, чем раз в год. Все-таки она выстраивается на довольно долгий срок, потому что есть и эффект привыкания, и эффект сопротивления у менеджеров, там есть определенные как бы этапы, как ее вводят, очень часто ее вводят, ему дают зарплату по-старому, а распечатку по-новому. И говорят, вот смотри, видишь, вот если бы сейчас уже действовала эта система, ты бы получил вот столько. Вот смотри, через три месяца это будет действовать, чтобы он уже немножко примерялся. Потому что, да, это то, что очень люди всегда очень живо, ну, деньги, которые они получают, понятное дело. Многие же делают даже специальные экселевские таблицы, чтобы он в каждый момент мог рассчитать, что он получит. Прозрачность полная такая. Ну, это здорово, это здорово. Да, то есть поэтому вот здесь из системы это как бы основная составляющая, это вот... А еще один вопрос вот по поводу мотивации. Ну, то, что мы сейчас обсуждаем, направлено на сотрудника, да, чтобы он понимал, чтобы ему было выгодно, да, ну и так далее. Чтобы цели компании соответствовались его цели. Во-во-во-во. Ну, а всегда ли цель работодателя совпадает с той же зрением мотивацией? Потому что работодатель тоже сидит и считает и говорит, ну, как же, вот что-то я неправильно мотивирую, это я на переменную составляющую столько денег трачу, а на самом деле практически сейчас, да, на падающем рынке это и не работает, да. Мне надо поменять это не раз в год, а чаще, например, раз в полгода делать. Может рассуждать работодатель? Да, но работодатель, вот первая, как бы, какая была идея, что те цели, которые мы выставили по клиентам, они, их обязательно нужно отразить, прям практически транслировать один к одному за исключением цены. Мы можем внести в KPI наших менеджеров и, в общем-то, не думать, иначе это будет противоречие. За исключением только цены, потому что менеджеры всегда сбрашивают цену. Почему мы выставляем им очень часто на то, чтобы они не могли снизить цену, вот, это именно с этим связано. Вот, поэтому, а периодичность выплат, ну, опять же, если рынок растущий, в России не встречал, а за рубежом, говорят, зачастую, например, генеральному могут пообещать бонус 10 годовых его окладов, например, но через, там, 2-3 года, с тем, чтобы он за это время развел. Поэтому периодичность там выплат при растущих рынках может быть достаточно большой, но она может быть больше, так скажем. Через 2-3 года он, да, получает бонус, но для того, чтобы его получить, не просто 2-3 года должно пройти, а он какие-то еще показатели должен. Да, цель, да, он должен вырасти, там, в 25 раз. Ну, растущий рынок, рынок растет, например, там, в 20 раз, ему ставят 25 вырасти быстрее рынка. Вот, и если он через 2 года это делает, то, соответственно, как бы ему выставляют такие, выплачивают такие бонусы, огромные совершенно. И период может быть довольно большой. Если мы идем к стагнации, если мы идем к фиксации рынка, то вот эта периодичность, она становится чаще, безусловно. Ну, по-хорошему, конечно, менеджеры у нас по-любому раз в месяц будут получать. Вот все, что я говорила, это то, что идет как ежемесячная оплата. Может быть, еще квартальная и годовая оплата, и они связаны обычно с такими более большими задачами. Ну, опять же, там, выход в новый сегмент клиентов, общие итоговые показатели по сегменту и так дальше. Спецзадачи очень часто в квартальные показатели выносятся. Ну, кстати, инициатива выплаты вот подобных бонусов исключительно от работы дателя исходит, да? То есть он может это сделать, может это не сделать, как он видит ситуацию, мотивировать, не мотивировать? Да, я просто с чего начала, что это из серии системы. Если у нас есть мотивация поддерживающая то, что мы сказали, работу с клиентом, то у нас будет уже система. То есть если, собственно, конечно, он может это не сделать, просто система будет хромать. То есть где-то там будет лебедь, где-то будет рак, где-то будет щука. У менеджеров одни задачи, у компании другие. Мы оказываемся в третьей точке, условно говоря. То есть он должен понимать, что это не просто под настроение. Сегодня хорошее настроение, дай-ка я выплачу моим ребятам, они такие молодцы. Это система. Спасибо. Еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня тему, как сохранить продажи при снижении рынка. В гостях Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит Консалтинг. Телефон студии 651099, 6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Спешите. Да, Таня? У нас осталось всего 12 минуточек. Вы можете позвонить, написать, задать Татьяне вопрос. Она квалифицированно на ваш вопрос ответит. Так, ну что ж, продолжим. О маркетинге нам нужно еще успеть поговорить. Тема, конечно, глобальная. Ну, наверное, вопрос, влияет ли грамотный маркетинг на систему продаж, он риторический. Очевидно, что это так. Главное, понять, как грамотно выстроить этот самый маркетинг. Ну да, и тем более, что маркетинг у нас, вот, некоторую часть маркетинга я уже упоминала, когда мы говорили, что вот новые продукты, по сути, даже новые бренды, это новые ассортиментные решения наши, которые мы предлагаем, это маркетинг. Мы уже, по сути, как бы проговорили, что вот там новые абсолютно продукты для абсолютно новых клиентов, это крайне рискованно, это возможно, но это минимальные объемы продаж и максимальные затраты наши. Вот, это первое. Второе, это стимулирование сбыта, это торговый маркетинг. Вот это уже интереснее, это акции, потому что их как раз используют довольно часто. Ну, например, мы снижаем цену, сброс цены, например, акции. По сути, если их сделать в комплексе, не одну одиночную акцию, а направленную как минимум, как бы, ну, например, рассматриваем то же самое снижение цены. На все мы снижаем, либо нет. Вот неоднократно, не только мы, кстати говоря, мы наблюдали, многие наши коллеги, что если снизить цену на самый ходовой товар, но при этом предлагать еще вкупе другие, на которые мы повышаем цены, то клиент берет, и, как правило, общая прибыльность наша при этом увеличивается. Если мы все это завязываем в одну акцию, говорим по общим объемам о том, что вот смотри, твоя ассортиментная линейка, которую ты берешь, выбираешь, например, за год. Кстати говоря, так, одна из компаний канцелярского рынка делала очень грамотная акция, в течение года у них было указано, собственно, общее количество позиций, которые участвуют в этой годовой акции. На некоторые были реально самые ходовые, были снижены позиции, общие объемы выросли, и общая, собственно, прибыльность продаж выросла. То есть, первое, это цена. Второе, это кого мотивируем за это, кому мы за это, ну, выдаем дополнительные премии, бонусы. Кроме нашего персонала, про что мы уже сказали, очень важный персонал клиента и, собственно, сами компании клиента за то, что, например, они участвуют в этой акции, они могут получать определенные подарки в зависимости от объема закупок. Там за год они сделали такие-то закупки, соответственно, пропорционально они получают подарки большего либо меньшего стоимости и размера. И то же самое это касается и сотрудников. Сотрудников тоже там несколько, например, закупщики. Сотрудников у клиента, да? Да, совершенно верно, закупщики клиента. Например, продолжая, да, всем известные компании вот этого же канцелярского рынка, я помню, красивая была такая, невероятно нашумевшая среди московских компаний акция. Кто заказывает канцелярию? Какое подразделение компании? Офис-менеджер в большинстве случаев. Да, наверное. Да, офис-менеджер, да, секретарь, офис-менеджер часто имеет как бы эти функции. Вот они, соответственно, делали конкурсы красоты среди офис-менеджеров, например. Дополнительно выстраивали, да, такие маркетинговые коммуникации с тем, чтобы те обратили внимание, те фотографии присылали, там призы присуждались. То есть это был реальный как бы конкурс красоты. Здорово. Да, да, поэтому с сотрудниками компаний и клиентов нужно однозначно работать. Это может быть вплетено, например, там одновременно идет с снижением цены, либо идти параллельно, но тем не менее как бы отрабатывать с ними однозначно нужно. Ну и с самими компаниями тоже это очень важно, чтобы они четко себе понимали, что именно они получат. Вот там, например, они будут иметь определенный какой-то резерв денег на следующие заказы, на следующий год. То есть если они в этом году закупят, то уже на следующий год они имеют как бы часть, ну, таких виртуальных денег, которые они могут вложить в заказы, ну, либо каким-то другим образом. Поэтому получается, что вот эти три составные части, это гарантированно практически наверняка дает увеличение продаж, но это именно комбинация. Это вот тот самый знаменитый интегрированный маркетинг, так называемый, да, когда мы интегрируем разные акции, интегрируем акции, связанные там с сотрудниками, делаем часто их развлекательными, интересными. Ну, то есть задача именно, чтобы маркетинг был разнообразный, да, или это будет все-таки иметь значение, на кого он направлен, с кем я работаю, кто мы. Да, там очень тщательно продумывается, да, кто делает заказ, на того, собственно, он и будет, например, нацелен, да. У нас, руководителей, первых лиц этих компаний очень важно, на саму компанию, на первых лиц этих компаний, как минимум какие-либо подарки. Я знаю, что вот один из наших клиентов, по сути, независимо от того, какие финансовые показатели у компании, они просто ежеквартально, небольшие подарки, вот как раз при снижении рынка первым лицам, ежеквартально, вне зависимости. То есть они таким образом напоминают о себе все-таки? Да, да, благодарим за то, что вы были с нами, за то, что вы работали с нами. Спасибо вам большое. В это нелегкое время. Да, в это нелегкое время. Надеюсь, что вы останетесь с нами. Да, это варианты, как бы, да, кстати говоря, вот этих лояльных программ и так дальше. Ну, кстати говоря, вот это опять же в том случае, если мы имеем в компании клиента пока еще не так много, не такие большие объемы продаж, вот эти акции, они более такие разовые получаются. Они работают на относительно непродолжительном периоде времени и дают нам определенные объемы. Ну, а с теми, у кого у нас доля большая, там программы лояльности. Это что? Ну, увеличение как раз этой доли. Там бонусирование за счет того, что они увеличивают долю. Как раз мы работаем с этими параметрами, там целые конкурсы, дополнительные акции, там, примирование, как можем себе позволить, каким образом. Это называется часто там грамотная система откатов, да, то есть из этой же серии. Слово модное, да. Да, да, да. Откатинг, который еще никто вроде пока не отменял. Вот, то есть это все работает на то, чтобы клиент дополнительно брал в тяжелые времена такие у нас деньги. Отдавал нам деньги, собственно, брал непосредственно наш товар. Ну, вот среди, например, высокотехнологичных отраслей не так давно проходила акция. Компания проводила эту так называемую маркетинговую коммуникацию. Они собирали всех своих дилеров. И так как продукты, которые они производят, высокотехнологичные, они сложные, то, собственно, тема этой коммуникации, тема конференции была борьба со сложностью. Вот. Но так как это борьба, то, соответственно, решили это обстраивать с ситуацией войны. То есть они сняли корабль. Первое лицо этой компании пристал там как адмирал. Он их встречал на борту. Фантазеры какие. Да. Вот. Предлагались им решения, как продавать это, вот эти все маркетинговые презентации, как нужно работать с этим продуктом, как продавать это клиентам. Вот такие специальные, как бы, тренинговые моменты. Тоже дополнительно очень хорошо работает вот в сложных ситуациях, в ситуациях снижения рынка. Также очень позитивно сказывается. Тань, смотрите, вот еще есть одна темка, да, заявленная, по крайней мере, для нас с вами сегодня в эфире. Эмоции в продажах. Ну да. Да. Вот можно осталось немножко времени, просто чуть пошире сказать, что это за эмоции такие. Эмоции в продажах. У нас не так давно мы отмечали 10 лет нашей компании. У нас совершенно один из наших талантливых тренеров, Валерия Долгих, она сделала фильм, который называется «Эмоции в продажах». Она собрала на базе, на основе известной теории, психологической. Считается, что в продажах, так же, как, например, в знакомстве, в флирте, в отношениях между полами, очень много общего. Что там тоже, как бы, два человека друг друга себя продают. И поэтому есть полное соответствие. И для продаж вот есть такая четырехступенчатая, четырехэтапная эмоциональная так лестница, так скажем, да. Сначала нам внимание, нужно привлечь внимание, потом вызвать интерес. Извините, да. Да. Потом нужно добиться, чтобы наш там клиент, наш партнер принял какое-то решение. Ну и потом это все выражается в действии, там покупает, например, да, итогово. Вот. И, собственно, мы сделали вот такой вот фильм про эмоции в продажах. Но очень яркий пример – это использование компании «Марс». У них есть в их инструкции для менеджеров расписан флирт в продажах через 16 пунктов. То есть им указано, что, собственно… И термин такой, да, применяется? Флирт в продажах? Да, это в инструкции. Это в инструкции для продажников, инструкции по продажам. 16 пунктов. Здорово. Да, замечательно совершенно. Главное, работает хорошо. А что за… Хотя пару примеров там из этих 16. Ну, например, какой должен быть взгляд? Ага. Вот как заинтриговать взглядом, да. Там считается, что очень хорошо, если с одной стороны мужчина, с другой стороны женщина. Это, безусловно, увеличивает эффективность флирта в продажах, безусловно. И у них там торговые представители в основном мужчины. Поэтому как можно делать искренний комплимент? Как можно смотреть так, чтобы женщина всегда почувствовала, что ее очень хотят? Что вот просто из-за того, что торговый очень вежливый и порядочный человек, он не позволяет себе. Но реально он… Эта женщина очень желаема. Это все, да. Это есть инструкция. И главное, что это работает, я так понимаю. Главное, что это работает. Век живи, век учись, называется так. Спасибо. Спасибо, Таня. Ну, буквально два слова еще можем что-то адресовать нашим слушателям и будем заканчивать. Ну, по сути, как бы напоминаю, что еще раз там флирт продажах, это, конечно, замечательно, это технологическая вещь, да, но что вот эти основные четыре решения, что это существующие клиенты, это потерянные клиенты, это новые продукты старым клиентам, и это старые продукты новым клиентам. Вот как бы такая четырехзвездная наша модель по развитию продаж ситуации. Причем работает всегда, да, и на растущем, и на ровном, и на падающем рынке. Ну, на растущем мы можем себе делать варианты, как того примера, как я начала, новые продажи, новые клиенты, новые продукты, там это пройдет. Здесь мы должны быть гораздо более осмотрительны. Спасибо. С тем, что мы имеем объем. Спасибо. Татьяна Сорокина, генеральный директор юнит-консалтинг. Сегодня была в студии бизнес-класса. Мы обсуждали тему сохранения продаж при снижении рынка. Спасибо, Таня, огромное. Спасибо за внимание. Успехов в бизнесе. До свидания. Экспертная радио.